Всем привет! Сегодня хочу записать такое небольшое видео на тему канифоли. Покопался у себя в закромах и нашел довольно большое количество, но в таком виде ее хранить не очень удобно. Она у меня вся лежала по пакетикам и вот сыпал все это в одну кучку. Здесь как видно есть и большие кусочки и уже практически пыль. Канифоль это довольно хрупкий материал и уже даже от небольшого воздействия он ломается. Поэтому сейчас покажу два способа как эту канифоль можно хранить и удобно пользоваться. Первый способ это мы сделаем жидкую канифоль. Для этого нужно небольшое количество канифоли измельчить в пыль. Слаживаем все это на листик, заворачиваем и чем-нибудь бьем. После измельчения получается вот такая вот можно даже мука. Теперь ее нужно сыпать в какой-нибудь пузырек. Я взял вот такой вот, это от веб-жидкости. Можно найти в любом веб-магазине. Там их вам бесплатно могут отдать. Этот пузырек чем удобен, он стеклянный, плюс есть пипетка и он герметично закрывается. Теперь всю эту пыль насыпаем вот сюда. Получилась где-то третья часть. И теперь сюда мы заливаем и спирт самый обыкновенный медицинский. Его нужно налить где-то 50 на 50. Столько будет достаточно. Если хотите чтобы канифоль была более жидкая, то наливайте спирта немножко больше. Все, после того как налили спирт, закрываем и хорошенько болтаем, пока канифоль полностью не растворится. И пока эта жидкость отстаивается, покажу еще один способ. Вот эти кусочки, их также нужно измельчить, но уже не до пыли, сделать их немножко больше. Так же засыпаем их на бумажку и измельчаем. Вот этого вполне достаточно. И так же и остальные кусочки. Вот так получается. Дальше нужна будет вот такая баночка. Как видно, здесь у меня уже канифоль была. Итак, мы сюда насыпаем немножко канифоли. Где-то вот так вот на дно. И нам потребуется паяльная станция. Видео о данной паяльной станции есть у меня на канале. Кто не видел, можете поглядеть. Мы ее включаем, поднимаем фен и он начинает работать. Выставляем здесь 200 градусов, этого вполне достаточно. Но подачу воздуха делаем немного меньше. Где-то на три с половиной. Чтобы он, когда мы будем плавить канифоль, фен ее не раздувал. И потихонечку начинаем плавить. Как видим, от фена плавится она отлично. Как только нижний слой расплавился, мы подсыпаем еще сюда свеженькое. И так же плавим дальше. И вот, что в итоге получилось. Целая куча канифоли поместилась вот в эту маленькую баночку. И то, баночка не полная, а чуть-чуть больше половины. Теперь все будет в одном месте и пользоваться будет намного удобнее, чем было. Закрываем и все. Ну вот, получилась жидкая канифоль. Она уже почти отстоялась. Сейчас мы ее и испытаем. Там вот видно немножко осадок еще есть, но он разварится. Но уже ей пользоваться можно. Капаем немножко на провод. И паяльником залуживаем. И как видим, все работает отлично. Так что вот такие вот два способа по поводу канифоли у меня сегодня были. Если это видео было вам хоть немного полезным, поддержите лайком и подпиской на канал. На этом все. Всем большое спасибо за внимание. До новых видео. Всем пока.